Бензиас! Доброе кубинское утро! Этот день я начинаю в провинции Пиньер-дель-Рио. Пославится тем, что здесь выращивают высочайшего качества табака. А за мной лежит долина Миньялис, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО за красоту своих пейзажей. Поистине зрелище завораживающее. Кажется, что горы вдалеке – это какие-то кинематографические декорации, но нет, это все матушка природа постаралась. Горы эти называют здесь Магате или спины слонов. Посмотрите, они и вправду напоминают слонов. Их возраст примерно 160 миллионов лет. Пейзажи долины сменяются пейзажами табачных плантаций. Как я уже сказала, этот регион славен производством сигар. Кстати, оно полностью контролируется государством. И кубинские сигары, как и ром, известны на весь мир. В процессах производства от выращивания табака до скручивания табачного листа можно увидеть своими глазами. Вот в этой хижине происходит сушка табачных листьев. Крыша этого дома выстроена таким образом и выложена таким материалом, что есть постоянная циркуляция воздуха. Листья периодически перевешивают, меняют местами. И в течение трех месяцев они проходят две ферментации, после которой готовы к тому, чтобы из этого листа глубока сделали сигар. После этого к делу приступает торседор, человек, который занимается непосредственно скручиванием сигары. Поэтому, если вы думали, что сейчас я покажу вам кубинскую женщину, которая крутит табачный лист на бедре, спешу разочаровать вас. Это всего лишь миф. Женщина в кадре будет только одна, и это я. А работу мне могут доверить исключительно самую простую. Перед тем, как начать скручивать сигару, торседор удаляет вот эту центральную ножку, потому что в ней находится огромное количество никотина. А он, как мы знаем все, очень пагубно сказывается на здоровье, поэтому ее удаляют и выбрасывают. Но некоторые фабрики, как нам рассказали, которые производят сигареты, ничем не внушаются, и эту ножку тоже используют. Поэтому мы с Минздравом вас в очередной раз предупреждаем. Курение – это яд. Ну а на Кубе – это отдельная культура. Вот она, настоящая минская сигара, которую только что скрутили на моей кузе. На нее наденут специальное маркировочное кольцо, и позже она поступит в продажу в магазины. Средняя стоимость одной сигары такого качества – 10 куков, то есть примерно 10 евро. Кстати, профессия торседора уникальна. Ей обучают только в некоторых странах Латинской Америки. И говорят, науку эту нужно постигать не менее 10 лет, чтобы вот так вот ловко скручивать сигару. Осмотр завершен, едем дальше. За моей спиной доисторическая фреска. 80 метров в высоту и 120 шагов. Кубинцы чрезвычайно ее гордятся, и сюда обязательно привозят туристы. На самом деле доисторическая фреска – это просто ее название. В середине прошлого века известный кубинский художник Лео Вихильдо Гонсалес Морильо рассказал Фиделю Кастро о своей идее создать грандиозный мурал, который будет повествовать историю развития человечества от простейших до хомо сапиенс. Фидель дал добро, и с тех пор это одна из самых известных достопримечательностей региона. Согласитесь, зрелища впечатляющие. Здесь еще много поистине завораживающих мест – пещер, подземных рек, индейских деревень. Но, как говорится, это не в сказке сказать, не пером описать, поэтому просто смотрите завтра мой новый кубинский репортаж. Адьос, амигос!